Аль-Каида планировала теракт в России. Об этом стало известно во время суда над 28-летним пакистанцем Абидом Насиром, который сейчас проходит в США. Сообщается, что в документах, изъятых в доме у самой Бен Ладена после его ликвидации, говорилось об отправке террористов Великобританию, другие европейские страны, а также в Россию, где якобы планировалась атака на посольство США. Абидом Насир обвиняют в связях с Аль-Каидой и причастности к подготовке теракта в Нью-Йоркском метро, который спецслужбы в итоге сумели предотвратить, передает телеканал Евроньюз. Взаимный отвод тяжелого вооружения на востоке Украины начался и проходит под контролем ОБСЕ. Правда, высказывается разочарование тем, что обе стороны отказываются раскрывать новые районы в сосредоточении отводимых сил, а также заявляет о том, что артиллерия может вернуться на прежние позиции, особенно на фоне напряженной обстановки в районе Мариуполя. Боевики группировки «Исламское государство» разрушили на севере Ирака коллекцию бесценных статуй и скульптур о сирийской эпохе, передает телеканал Евроньюз. Некоторые из экспонатов музея города Масула, захваченного джихадистами в июне прошлого года, относятся к VII веку до нашей эры. Орудовавшие в залах музеи экстремисты были вооружены кувалдами и дрелями. В размещенном в интернете видеоролике джихадисты заявляют, что статуи и скульптуры способствуют идолопоклонству. Один человек погиб, и пятеро пострадали в результате серии взрывов в Каире в четверг утром. Бомбы сдетонировались с небольшой разницей во времени около ресторана, а также офисов британского и эмиратского операторов сотовой связи. Еще один взрыв прогремел у полицейского участка на севере столицы. Там пострадали пять человек. Экстремисты активизировались в Египте после свержения в 2013 году президента Мухаммеда Мурси, представителя международной исламистской организации «Братья-мусульмане». Смерть подростка от рук полиции вызвала новый всплеск массовых протестов в Венесуэле. Убийство произошло в городе Сан-Кристабаль. 14-летний Клиберт Руануниес возвращался домой с школы, когда неожиданно оказался на линии огня между протестующими полицией. Школьник попытался спрятаться за автомобиль, однако выстрел сотрудника полиции убил его на месте. Свидетели инцидента сообщают, что Нунес не имел к протестующим никакого отношения. Губернатор штата Тахира отказался высказать свою версию произошедшего, хотя правительство, как и оппозиция, осудило убийство. Установлена личность боевика группировки «Исламское государство» по прозвищу «Джихадист Джон», который появлялся на видео с убийствами заложников. Как сообщает BBC со ссылкой на источники, его зовут Мухаммед Эмуази. Он урожень западного Лондона. Джихадист Джон рос в обеспеченной семье и учился в Весьминстерском университете, где изучал компьютерное программирование. Предполагается, что в 2012 году он отправился в Сирию, где впоследствии вступил в ряды «Исламского государства». Джихадист Джон впервые был замечен на видеотеррористической группировке в августе прошлого года, когда он принимал участие в убийстве американского журналиста Джеймса Фоули. Тем временем, американский телеканал CNN по ошибке использовал фотографию президента России Владимира Путина в новости про установление личности боевика террористической группировки «Исламское государство» по прозвищу «Джихадист Джон». Изображение Путина появилось сразу после фото джихадиста Джона, взятого из видеоролика с одной из его казней. Как сообщает РИА Новости, ошибка произошла из-за сбоя на видеосервере. По словам представителя американского телеканала, фотографию Путина собирались показать в следующем сюжете. И к казахстанским новостям. Министр культуры и спорта Казахстана Арестамбек Мухаммеди Улы прокомментировал казус произошедшейся его фотографии в Кыргызстане. Фото чиновника, напомним, каким-то образом оказалось у оперативников МВД Кыргызской республики. Они выдали казахстанского министра за подозреваемого в убийстве криминального авторитета. Я сам удивлен, но в суд подавать не собираюсь, так как МВД Кыргызстана извинилась передо мной, и они направят еще письменные изменения, сказал министр. И к местным новостям. В областном управлении здравоохранения огласили итоги расследования причин массового заражения туберкулезом школьников из Кандагаша. Над этим работали поочередно три комиссии. Они пришли к выводам, что причиной массового заражения могло стать некачественное медобследование школьников. Факт массового заражения туберкулезом школьников имел место в Кандагачской школе номер пять. Всего заболели девять детей. Сейчас болезнь подозревает еще одну одиннадцатиклассницы. Также предпринимаются все усилия, чтобы остановить передачу болезни дальше. Саму школу закрывать не будут. В городском Акимате накануне прошло награждение многодетных матерей нашей области. Восемь представителей с прекрасной половиной человечества были награждены медалями Алтын-Алка и Кумис-Алка. При этом самый молодой из награжденных мам 33 года, а самый старший 80. До сегодня почти три тысячи многодетных женщин нашей области награждены медалями Алтын-Алка и Кумис-Алка, а также около трехсот имеют звание мать-героиня. Процедура усыновления сирота отныне является государственной услугой. Тем не менее, она будет предоставляться не через сон, а по-прежнему в городском отделе образования. Сам порядок усыновления не претерпел каких-либо изменений. От потенциальных родителей требуется собрать определенный пакет документов, включающий в том числе справки о наличии жилья и отсутствии судимости. Сейчас только в октябре насчитывается около 70 сирот, в то время как заявление на усыновление подали 118 супружеских пар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова